Всю зиму батареи в квартире Ирины были едва теплые. Холод в комнатах ударил не только по семейному бюджету, но и по здоровью детей. Дети постоянно болеют. Мы уже лежали с ними в инфекционной больнице. У нас была ангина и грипп. И сейчас они снова заболели. В декабре мы лежали в больнице. 16 градусов у нас было. Муж звонил, сказал. Платили и за свет 500 гривен каждый месяц, и за отопление 1000 гривен каждый месяц у нас было. Комнаты вынуждены были обогревать электрорадиаторами. Вот таким способом мы грелись с детьми всю зиму. Закрывали комнату и камином обогревали комнату. Потому что в комнате очень холодно было. Коммунальщики приходили, температуру замеряли. Прибор показывал около 20 градусов. На холодные батареи внимания не обращали. Предложили другой метод отопления. В классе предложили мне открыть кладовку и таким образом отапливать квартиру. Потому что там теплая труба идет. Стояк. Холодные батареи не только в квартире у Ирины. Такая же ситуация с отоплением и у соседей этажом выше. Уже вторая квартира. Здесь тоже, как и в первой батарее, еле теплые. Люди вынуждены обогреваться газовой плитой. Юрий пенсионер. В квартире проживает один. Вспоминает, в морозы грелся всеми подручными способами. Ну, в куртке, в хате ходил. Это сейчас вот футболка. Сейчас на улице тепло и здесь тепло. Ну, слава богу. Это то, что газ горел, оно худо-бедно нагревается. А зимой вообще, ну, как сказать, замерзали. 17 градусов. Самая большая температура была в хате. Как оказалось, причина холодов в этих квартирах – нерадивые соседи. Коммунальные кулибины модернизировали отопительную систему в своих квартирах. Мне сказали, что эта проблема в том, что у нас счетчик, который реагирует на температуру воздуха на улице. Я подождала морозы, но батареи не потеплели. В письмах написано, что соседи в квартирах 38, 41 и 44 нарушили систему отопления. И потому у нас и у соседа сверху отопления нет и, наверное, не будет. Если двое хозяев, затеявших ремонт, согласны переделать систему на прежний лад, то третий категорически отказывается что-либо менять. 38-я квартира, они согласны. Как закончится отопительный сезон, они сказали, наведут порядок, как было. И 44-я тоже. А 41-я на отрез отказываются. Вот есть даже документы с нашего места. Ну, потому что у них там ремонт, я так понимаю. Они даже не хотят доступа дать, чтобы посмотрели сантехники, что там у них вообще сделано. Идем к соседям, пытаемся пообщаться. Но дверь никто не открывает. Факт самовольной модернизации системы отопления подтверждают и в концерне городские тепловые сети. В двух квартирах в 38-й и 44-й найдены, обнаружены переделки внутренних систем, которые связаны с демонтажом регулирующих перемычек, также с уже заужением диаметров трубопроводов к отопительным приборам. Также обнаружен, например, в 38-й квартире игольчатый кран, который сильно заужает или снижает количество тепловой энергии. Чтобы полностью понять, что, где и как было переделано в системе отопления, нужен допуск в одну из квартир, говорят в концерне. Но хозяин отказывается кого-либо впускать и что-либо менять. 41-й квартиру необходимо обеспечение допуска нам, чтобы мы сделали какое-то заключение. Выход в принципе один, как в законе написано. Балансодержатель здания проводит мероприятие по принуждению данных квартиросъемщиков, по восстановлению первичной целостности квартирных систем отопления. Самостоятельное вмешательство в систему отопительных коммуникаций – это уже нарушение, в том числе прав других жильцов дома. Это неправомерные действия вмешательства в систему. Почему? Потому что разбалансируется тепловая система дома, увеличивается тепловая нагрузка, если там добавлены дополнительные какие-то, либо теплый пол, либо радиаторы дополнительные добавлены, ну и так далее. То есть есть ряд негативных последствий для жильцов. То есть есть нарушение прав соседей. Пока горе-сосед не позволит специалистам концерна осмотреть сети в квартире и будет игнорировать все жалобы, тепло в квартирах нижних этажей так и не появится. Согласно Конституции Украины, норм гражданского законодательства, существует понятие неприкосновенности жилья. И там говорится о том, что принудительный вход в жилье возможен только на основании соответствующего решения или определения суда. Если решить вопрос не удастся, можно подать в суд, говорят юристы. Необходимо несколько раз обратиться с просьбой, скажем так, войти и изменить эту систему. Необходимо задокументировать отказ, либо составить акты, а не допуски, письменно направить уведомления. Ну то есть исчерпать необходимо все методы вне судебного воздействия и после этого обратиться в суд. Решать проблему через суд люди пока не спешат, но и терпение уже практически на исходе. По окончанию отопительного сезона, да, мы, конечно, посопутствуем все, я как председатель, чтобы слили воду, чтобы можно было сделать это все правильно, как должно быть, восстановить на первоначальное состояние эту систему отопления. Но опять же это все зависит от жильцов, как они дадут разрешение или не дадут. А после 9 марта в регионе снова ожидается похолодание, поэтому жильцы дома не спешат убирать обогреватели.